полный автомат очень похоже к 2 самой последней версии 344 метра в секунду мы установим оптический прицел марку сквозных куча попаданий привет друзья сегодня у нас в обзоре супер винтовка это полный автомат этот автомат он работает без батареек без электрики то есть это полностью автоматическая английская винтовка air arms это новинка 2020 года первая винтовка в россии как мы видим она очень похожа на новый импакт powerplenum которые у нас в продаже поскольку air arms годами оттачивали свои технологии в изготовлении пневматики на международном уровне это уже показано давным-давно винтовка получилась просто огонек полный автомат вот например вот так очень легкая здесь у нас карбоновый модератор целиком глушит практически внули в самая лучшая карбоновая колба на 500 качается винтовка до 250 спусковой крючок у нас спортивного типа настраивается он и разворачивается по всем плоскостям сейчас заправим нашу автоматическую винтовку портативным компрессором здесь это удобнее всего потому что открытый клик и защелкнули ну и пока компрессор будет ее с нуля качать где-то минуты за две с половиной за три мы установим оптический прицел маркул это маркул stalker 416 на 44 самой последней модели он у нас подаются вот в таких оригинальных коробках ценовой диапазон этих колеблется от 8 до 22 тысяч сейчас накачали за примерно две с половиной три минуты полностью резервуар до 250 стравлю погнали стрелять сейчас покажу вам собственно процесс зарядки барабана здесь он стройный чтобы избежать и всяких люфтов поломок и прочее то есть как у хубина сейчас посмотрим какая скорость в хронографе у нас калибр 635 вес пули 1645 никаких настроек практически мы не делали ну там на максимуме покрутили перепуск и в принципе все эти посмотрим стреляем в полуавтоматическом режиме у нас получилось двести восемьдесят пять метров в секунду это в принципе более чем это действительно спортивная куча точнее скорость которая даст спортивную кучу а теперь пойдем кувшинчику переводим его в автоматический режим и посмотрим что эта малышка сделает с керамикой чем еще примечателен этот arms этот автомат тем что здесь есть практически такие же настройки как у fx сейчас я подойду и расскажу у нас есть редуктор эта винтовка редукторная то есть он у нас настроен на 150 здесь это видно здесь переключатель с автоматического режима на полуавтоматический и предохранитель также предохранитель есть еще и здесь то есть предохранителя у нас два все это работает безотказно здесь как у хубина находится соответственно рычажок точнее барабанчик который вы крутите и регулируете вход клапана другими словами вы увеличиваете этим мощность здесь вы отстраиваете соответственно редуктор по-хорошему эта винтовка это симбиоз хьюбана хьюбан винтовка все-таки более мощный больше поднимо для охоты но она полуавтоматическая а эта винтовка чистый автомат и как мы можем видеть она очень похожа на самую премиальную винтовку шведской компании fx это fx impact x mk2 самой последней версии они есть только у нас причем с доработанным за редукторным пространством как мы видим power plenum это вот самый самый топчик большими модераторами и в принципе эти две винтовки очень похожи только данный полуавтомат точнее данный автомат он легче чем импакт ну и что мы можем сказать вот я смотрите я стою рядом с милой вот него она выпускается я не знаю наверное с начала шестьдесятых годов и вот она бы как было него так она осталась него также российские винтовки атаманы егери они дизайн свой как-то оставили на заднем плане импортные винтовки такого класса их можно сравнить не с него их можно сравнить с мерседесом их можно сравнить с ауди с ferrari года в год делают что-то новое у себя они делают что-то великолепное чем приятно владеть из приятно стрелять точно не переделывая из коробки то есть вы купаете и как садитесь за mercedes и наслаждаетесь а из винтовки вы просто стреляете вот и все эти винтовки покупайте по охотника над кстати такие автоматы идут таких классных английских кейсов очень немножко подкрутили регулятор ну практически на максимум на самом деле редуктор не трогали просто руками закрутили посмотрим теперь хронограф что получится режим у нас полуавтоматические все в порядке мы видим 344 метра в секунду но собственно это избыточная скорость избыточной скорость переключаем автоматический режим и уничтожаем кастрюлю ну сквозных куча попаданий разрывы и прочее прочее надо было брать конечно кастрюлю помощнее потому что с этой это винтовка справляется как с листком бумаги очень мощная практически хубин но при этом автомат